МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Подведены итоги 14-го регионального конкурса «Преподаватель года-2015». И нам очень приятно сообщить, что победителем стала преподаватель Десногорского энергетического колледжа Жанна Муравьёва. Мы от души поздравляем Жанну Ивановну и желаем дальнейших успехов. На плановом оперативном совещании глава администрации подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. 10 декабря в Смоленске состоялось расширенное заседание по инвестициям. Уже в этом году в области улучшены условия по микрозаймам для малого и среднего бизнеса. Финансированием можно воспользоваться не на один год, а на три под льготные проценты. Получена поддержка со стороны представительства Смоленской области в правительстве Российской Федерации. И на 2016 год запланированы презентации районов и городских округов в правительстве Российской Федерации, что тоже поможет поспособствовать привлечению инвесторов уже не только из ближайших районов, из всех существующих областей, а выйти на некий другой уровень. 11 декабря в Твери глава принял участие в работе Фонда Ассоциации территории расположения атомных станций. Работа этого фонда у нас благоприятно сказывается на деятельности наших муниципальных учреждений, как образования, так и культуры. Есть у нас и в этом году реализованные проекты, которые были успешно выполнены благодаря грантам из этого фонда. Поэтому работа указанного фонда в этом направлении продолжится и в 2016 году. После ярмарки вакансий, которая прошла в Смоленской медакадемии, с тремя выпускниками медсанчасть заключила договоры, и еще два человека должны дать свое согласие на работу в Десногорске до конца года. По итогам областного осмотра конкурса на лучшее муниципальное образование по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, Десногорск занял первое место. Заместитель главы администрации Дмитрий Александров напомнил жителям, где можно использовать пиротехнику в новогодние праздники. «Традиционно у нас определено четыре места использования пиротехнических изделий. Это зона отдыха центральной части города в районе Сцена, зона отдыха напротив дома номер 12 первого микрорайона, зона отдыха напротив дома номер 16 первого микрорайона и зона отдыха за окружной дорогой вен 11». Открытие городской елки состоится 23 декабря в 10 часов 30 минут. 14 декабря саперами пожарно-спасательного центра был изъят и уничтожен целый склад боеприпасов, обнаруженный на берегу реки Каспля в деревне Понизовье Руднянского района. Ежегодно саперы уничтожают около 5300 боеприпасов времен войны. Эта цифра на протяжении трех последних лет практически не изменяется. Пресс-служба центра напоминает, что при нахождении боеприпасов запрещается их переносить, разбирать, бросать в костер и тем более сдавать в металлолом. Необходимо обозначить место опасной находки и вызвать специалистов по телефону 1-12. Очередная 18-я сессия Десногорского городского совета 4-го созыва состоялась 14 декабря. Депутаты рассмотрели 13 вопросов повестки дня, включая разное. На 21 декабря назначены публичные слушания по проекту местного бюджета на 2016 год. Бюджет опубликован газете Десна и размещен на сайте администрации. На 2016 год продлено действие понижающих коэффициентов к базовым размерам арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, предоставленной для производства строительных работ и для организаций, получающих субсидии из местного бюджета, применяемых на территории нашего муниципального образования. Депутаты предоставили в безвозмездное пользование Нежилой фонд многофункциональному центру по предоставлению услуг населению для использования под офис. А в смете расходов на 2017 год МФЦ рекомендовано предусмотреть денежные средства для заключения договора аренды по минимальной годовой ставке. Кроме того, учащиеся из малообеспеченных семей, проживающие в 7-м и 8-м микрорайонах Десногорской поселки Якимовичи, в следующем году будут ездить бесплатно на общественном транспорте. Им установлена ежемесячная социальная поддержка из местного бюджета. Также из местного бюджета в 2016 году будут выделены деньги на питание в детских садах детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Смоленск и Псков снова свяжут автобусное сообщение. Пассажирский транспорт в соседний регион начнет ходить уже с 18 декабря, сообщает сайт Смоленского автовокзала. Автобус будет отправляться из Смоленска в 23.00 по пятницам и воскресеньям. Напоминаем, перебои в сообщении возникли из-за обрушения моста в Вележе. В сентябре этого года руководство медсанчасти Десногорска подписало госконтракт на приобретение трех автомобилей скорой помощи. И вот долгожданная техника прибыла. Подробности в нашем следующем сюжете. Три новеньких «Форда Транзит» получила медсанчасть Десногорска. Два автомобиля класса А для доставки больных в стационар. Третий, нафаршированный по последним требованиям «Реама-мобиль». Он предназначен для перевозки больных и пострадавших, мониторинга и оказания экстренной медицинской помощи. Оборудование новейшее, соответствует всем ГОСТам и требованиям медицинского оборудования. На данный момент автомобили проходят необходимую процедуру регистрации и в скором времени будут обслуживать город. 20 тонн замороженного мяса из Германии задержано сотрудниками Россельхознадзора в пункте предварительного уведомления «Красная горка» Смоленской области. Груз предназначался для Узбекистана. Согласно действующим нормам, ввоз транзитных товаров для третьих стран через пункты пропуска Республики Беларусь запрещен. В связи с этим принято решение не пропускать груз и вернуть его отправителю. В преддверии Нового года Роспотребнадзор обратился к родителям с рекомендациями по покупке сладких подарков для детей. В ведомстве не советуют покупать подарки, содержащие карамель, конфеты с арахисом и кондитерские изделия с алкоголем. Лучше всего, если подарки будут состоять из печенья, конфет, зефира и пастилы. В Десногорске установлены две главных праздничных ели. У Цессоний-3 на полностью смонтировано и уже радует десногорцев своими огнями, а на площади у администрации пока еще завершены работы по сборке. Центр города украшен. Скоро в каждом доме появится зеленая красавица. В преддверии праздника инспектор службы профилактики пожаров расскажет, как правильно установить елку в квартире. Новогоднюю красавицу следует ставить на надежные подставки, подальше от топительных приборов и открытого огня. Вблизи ели нельзя зажигать свечи и бенгальские огни, взрывать хлопушки. Нельзя использовать неисправную или поврежденную гирлянду. Уважаемые десногорцы, не забывайте о правилах безопасности, берегите себя и своих близких. Сегодня, 16 декабря, смоляне отмечают День медведя. Областная детская библиотека подготовила кукольный спектакль, музыкальные номера, выставки и игровую программу для своих читателей. День медведя отмечается издревле. По приметам, именно в это время медведь забирается в берлогу и наступает долгая холодная зима. Киноактер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал наградил смоленского тренера Алексея Сидорова высшей премией «Торнадо». Эту премию наш земляк получил в номинации за верность традициям Айкидо и стал единственным и первым из смолян-лауреатов, кто получил ее от международного признанного мастера-единоборца. Поздравляем! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова